Промышленность строгого режима и исправительные учреждения Сибири все активнее развивают собственное производство. Заключенные коптят мясо, перерабатывают старые автомобильные покрышки и занимаются деревообработкой. Приносят ли прибыль цеха за высоким забором и есть ли спрос на продукцию из-за решетки, выясняла Ольга Качкурова. За швейной машиной заключенный в 8-й исправительной колонии Новосибирска Антон Магдик чувствует себя уверенно. Из 11 отсиженных лет 3 провел тут. Впереди еще 9. Надеется, что за работой время пролетит быстрее. Муковые желания, они в основном здесь. Ну а так в основном кто-то муковые элементы, иски. То есть их тоже. Ну кто умеет, здесь надо уметь работать. Это же не просто так. В колонии 4 вида производства. Это цеха металлообработки, изготовление мебели, швейный цех и свинокомплекс. Для заключенных работа тут это хоть и небольшие, но деньги. И возможность получить плюсики перед администрацией, чтобы заслужить право на условно-досрочное освобождение. Для руководства исправительного учреждения способ заработать. Причем неплохо. По официальным данным, за 9 месяцев 2016 года 8-я исправительная колония Новосибирска оказала услуг промышленного характера более чем на 130 миллионов рублей. Омские колонии своих доходов хоть и не афишируют, но на производстве гостей встречают радушно. Это пищевой цех в седьмой колонии. Тонкое тесто, свежее мясо и аккуратные пельмени ручной лепки. Те, кто пробовал, говорят вкусно как у мамы, если не думать, что в поварах обладатели так называемых тяжких статей. Убийство, разбой, изнасилование. Впрочем, тут все согласно Санпину. У всех работников санитарные книжки. У некоторых складывается настоящая карьера. Владимир Царапкин, чтобы попасть в цех, специально отучился на повара. Получил третий разряд, работал лепщиком и только после этого стал старшим смены. Раньше был, кстати, преступником, а сейчас являюсь уже поваром. Готовую продукцию едят сами, либо реализуют под заказ в торговые сети. Пока все производство в месяц 500 килограммов, но планируют расширяться. Кроме коптильного цеха, в Омской «семерке» есть еще цеха дерева, металлообработки, швейное и сувенирное производство. В колонии номер 5 в Кемерове в прошлом году открыли новую производственную линейку. По переработке старых автомобильных покрышек и шин от крупногабаритной техники с угольных разрезов. Это первое такое производство на Кузбассе. Изготавливают резиновую крошку и травмобезопасную плитку, которую можно использовать при строительстве, к примеру, игровых площадок. В этом году мы работаем на услугах, поэтому наш объем 3,5 миллиона. Надеемся на то, что будем развивать не только количественно, но и качественно. И номенклатуру, и количество осужденных будет на этом производстве только увеличиваться. В среднем производственные мощности во всех колониях Сибири используются не более чем на 50%. Лучшие дела обстоят только там, где руководству удалось получить госзаказ. К слову, Омская колония номер 7 среди счастливчиков. Учреждение выиграло тендер на изготовление школьной мебели общей суммой на 100 миллионов рублей. Ольга Кочкрова, Дмитрий Куканус, Ирина Глухова и Мария Черешнева. Новости здесь, Омск.